Девушки отдыхают В сериале «Комиссар Рекс» авторы сериала Петер Хаек и Петер Мозер. Когда дети хотят умереть. Автор сценария Ральф Киндер. В сотрудничестве с Петером Хаеком. Режиссер Андреас Прохаско. Режиссер Андреас Прохаско. Режиссер Андреас Прохаско. Режиссер Андреас Прохаско. Нам пришлось начать без вас, госпожа Хенш. Сильвия сказала, что хотела с вами поговорить. Но я подумал, что это все усложнило бы. И что? Теперь вы горды собой? Господин Митши. Вы слишком ничтожны для того, чтобы так называться. А как вы хотели? Мы с вами коллеги. Я тоже помогаю слабым людям. Потому что хочу, чтобы выжили сильнейшие. То-техни? Нет! И. И. Доктор Анна Херш Ницше Есть Есть опасение, что он может реализовать свои фантазии Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, я уже почти закончил Убитый лет 15-17 Очень похоже на самоубийство Цианид Асфиксия, ужасная смерть Подробнее после вскрытия Самоубийство Как это ужасно, когда юная девушка кончает жизнь самоубийством Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доктор Граф Кажется, для вас есть еще работы Это новый способ захоронения, не так ли? Я считаю, что эта дама умерла не от ранений головы, а от удушения Что совершенно четко видно Она убегала от преступника через парк Недалеко от кладбища мы обнаружили следы борьбы Возможно, она была убита там Я забыл там свою сумку Я сейчас приду Да, кстати, это уж слишком Два вскрытия до обеда Рекс, какой ты молодец Принес мне сумку Спасибо тебе Ладно, заходите ко мне после обеда Я постараюсь успеть Это же совсем не сложно Функция является прямым отображением массы А на массу Б Масса А называется... Область определения Верно, а как называется масса Б? Она называется запасом значения функции Вернер Вера, оставь нас, пожалуйста Сегодня вечером ты расскажешь мне про обратные функции Занимайся Черное солнце Форум о самоубийстве Убей себя Твоя жизнь принадлежит тебе Сильвия смогла Она покончила с собой Это было совсем просто Отлично Но когда я думаю, сколько она боролась с собой Оказалось, что это не так уж сложно Я боюсь сделать последний шаг Но тебе больше не надо будет вставать со страхом И думать о школе Я очень часто думал об этом Страх перед школой Смысл жизни Боже Муки любви Вы как черви Которые только и ждут, когда их раздавит сапог их хозяина Мы не можем решиться умереть Не потому что это трудно Трудно умереть Потому что мы не верим самим себе Ницше Вам поможет Цианид калия Смерть наступает через несколько секунд Ничто не указывает на постороннее воздействие Она могла принять его сама Значит самоубийство? Родители нашли ее прощальное письмо Сильвия Боммерт 16 лет Вы уже можете назвать время смерти? Да, между 11 и часом ночи Примерно в это же время умерла эта женщина Чей труп нашли на кладбище Ее однозначно убили Мы не знаем, кто она При ней не было документов Возможно, девушке дала яд эта женщина Или тот, кто убил женщину Смотри, Рекс Начинаем работать с цифровой техникой Открываем объектив Потом монитор Нажимаем на эту кнопку А теперь мы тебя сфотографируем Посмотри на меня Отлично Увы, Рекс Ну что? Сложный случай Простых у нас еще не было Привет, Рекс Кунц, девушка ходила к психологу на Геттегассе Будь так добра, узнай, сможешь ли ты с ней встретиться Возможно, это нам помог Да Хорошо Яна, ты продвинулась? Вот у тебя все получится Да-да У меня получится Вера Пусть Яна занимается Иди сюда Один раз в жизни я была по-настоящему счастлива Когда встречалась с Бастей, но даже это не греет Единственное, что мне сейчас помогает, это мысль о смерти Что это? Дневник Сильвии Боймерт И ее прощальное письмо Это все, чем смогли нам помочь ее родители Мне очень жалко своих родителей, потому что мой поступок причинит им боль Но если из моей единственной, самой большой любви ничего не вышло У тебя в юности была несчастная любовь? Конечно А у тебя? Самоубийство это непросто Я рада, что нашла в интернете друзей, с которыми смогу общаться Теперь я знаю, как быстро уйти из жизни Я встречусь с Ницше, и мы пойдем вместе с ним Ницше Они хотели умереть вдвоем Все это очень странно Кто такой этот Ницше? Да Если они познакомились в интернете, то Ницше своего рода псевдоним Если этот Ницше был в парке в ту ночь, то он причастен к убийству Она не смогла удержать Басти, поэтому предпочла умереть с Ницше Кунц, ты дозвонился до психолога? Боюсь, уже не дозвонюсь Посмотри Это ее убили на кладбище Почему ты называешь себя Ницше? В честь философа Фридриха Ницше Небытие – это истина Смерть – это больше, чем жизнь Ницше писал Некоторым не удается жизнь Ядовитый червь сжирает их сердце Такие люди считают, что смерть может удастся им лучше Самоубийство – наивысшее выражение жизни, которой человек распоряжается сам Еще немного, и мы вместе поменяем неудавшуюся жизнь На добровольный уход из нее Тит-5 выражение на психолог и благословитие Смертью Тит-5 выражение на психолога Тут ведется видеонаблюдение. Я проверю, есть ли на кассетах что-то интересное о Сильвии и ее психологе. Отлично, проверь. Если что-то найдешь, поезжай в управление и проанализируй. Понятно. Ну и беспорядок тут. Для тебя это привычная картина. Ты мне так и не сказала. Как было у тебя? Ты тоже страдала от несчастной любви? Принц на белом коне так и не прискакал? Я была пухленькая, все лицо в прыщах. Никто не обращал на меня внимания. Ты была пухленькая. Так я и поверил. Ты спросил, я ответила. Форумы о самоубийстве. Скорее всего, Анна Хенш общалась на тему самоубийства в интернете. Покажи-ка. Я уже слышал об этом. Дети встречаются в интернете, чтобы вместе покончить жизнь самоубийством. Кажется, это ее интересовало. Только она хотела удержать их от этого. Но они же не сразу хотят уйти из жизни. Сначала им хочется об этом поговорить. Письма Вигант. Любовные письма. Но какие? Такие же мы нашли у Анны Хенш. Ну, Рекс, что там у нас? Я твой даже после смерти. Смерть – это рождение нашей любви. Из пациента Вигант превратился в ее странного поклонника. Посмотрим в компьютере. Проверь, какой файл был открыт самым последним. Какое совпадение. Деттлев Вигант. Пришел к ней два года назад. Думал о самоубийстве. Склонен к самолюбованию. Агрессивен. А это уже что-то знакомое. Во сне видит свою девушку, лежащую на могиле в свадебных цветах и венках. Но только фантазий ему оказалось недостаточно. Есть опасения, что он может реализовать свои фантазии. Это он. Здравствуйте, господин Вигант. Не волнуйтесь, вы меня не знаете. Я звоню, чтобы предупредить. Скоро к вам придут мужчина и женщина. И заберут вас в психушку. Понимаете? Они уже взяли вашу подругу. Психолога. Психолога. Мы с Рексом пойдем здесь, а ты попробуй с другой стороны. Психолога. 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 Продолжение следует... 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 Открою. Лондон. Потрясающе. Но это сделка. Какая сделка? Сделал дело, гуляй смело. Ты поедешь, если сдашь экзамен, на отлично. Тогда это не подарок, если его надо отрабатывать. Это подарок, который ты сама себе сделаешь. Сегодня вечером ты расскажешь мне все об обратной функции. Как ты? Этот тип меня здорово поджарил. Ну и видок у вас. А запах? Перестань. Это был обычный допрос свидетеля. Заметно. Это имейл, который Анна Хенш отправила Сильвии Боймерт незадолго до ее смерти. Скажи мне, где ты с ней встречаешься? Если ты хочешь это сделать, никто не сможет тебе помешать, но дай мне шанс, Анна Хенш. Но она не смогла помочь девушке, потому что та уже была мертва. Вместо девушки ее ждал убийца. Вопрос в том, ждал ли ее Ницше. Если нет, то кто еще мог знать о самоубийстве? Пошли. У меня есть кое-что интересное. Это сайт, на который часто заходила Анна Хенш. Возможно, это нам поможет. Смотри-ка, хозяин сайта знает свое дело. В этом месяце сайт посетили больше 12 тысяч человек. Даже реклама есть. Мы обмениваем неудавшуюся жизнь на добровольную смерть. Будьте готовы, настроитесь на то, что вам предстоит сделать. Встречаемся в 7 вечера. О месте, где мы вместе умрем, вы узнаете позже. Я сообщаю пароль. Он будет меняться каждый час. Семь часов. Смерть для меня, не смерть для вас. Через несколько часов дети покончат с собой, а мы не знаем где. У нас нет пароля. Сервер этого сайта находится на Украине. Неплохо придумано. Мы ничего не можем сделать. Этот Ницше умен. Он убивает Танну Хенш, берет ключ от ее кабинета и выводит нас на ложный след. А мы и попались. Тем временем он готовит массовое самоубийство. Нужно найти кого-то, кто участвует в этом форуме. Подругу по несчастью этой, Сильвии Боймерт. Я прав? Ты прав, да. Только не говори, что у тебя есть адрес этой подруги, Конс. Привет, Сильвия. Я бы хотела с тобой встретиться. Мне интересно узнать об этом поподробнее. Внизу мой адрес. Рада буду с тобой встретиться. Пока, Яна. Это имейл из компьютера Сильвии. Яна Бергман. Она должна знать, кто такой Ницше. Или же она собирается сегодня вечером умереть вместе со всеми. Я же тебе говорила. Это слишком тяжело для Яны. Давление и дома, и в школе. Все требуют учись, хорошо. А Яна еще ребенок. Она уже не ребенок. И у нее нет депрессии. Она сидит в своей комнате и думает о поездке в Лондон, а не самоубийстве. Мы хотим поговорить с вашей дочерью. Возможно, она сможет нам помочь. Яна наверху в своей комнате. Ты кто? Привет. Это Рекс. Наш помощник. Мы есть криминальная полиция. Привет, Яна. Мы хотим задать тебе один важный вопрос. Ты слышала о сайте форум о самоубийстве? Ты знаешь, Сильвия Боймерт? Ты позволишь воспользоваться твоим компьютером? Да, я слышала про этот сайт. И я как-то заглядывала туда. Ну, просто так, из интереса. Так ты познакомилась с Сильвией Боймерт? Да, у нее была несчастная любовь. Я хотела ее как-то утешить. Мы собирались встретиться, но она больше не написала. Почему? Что с ней? Яна, Сильвия умерла. Самоубийство. На этом сайте ты общалась с Ницше? Яна, людям, у которых есть проблемы, можно помочь. Если хочешь, мы можем тебе помочь. Давайте прекратим этот разговор. Яна, у тебя есть проблемы, о которых я не знаю? Вот видите? Думаю, вы можете идти. У нас еще много дел. Отнеситесь к этому серьезно, господин Бертман. Кажется, у вашей дочери проблемы. Да, возможно, я сейчас же с ней поговорю. Не упускайте ее из виду до завтрашнего дня. Интернет – хорошая вещь для учебы и расширения кругозора, но не для того, чтобы влипнуть в какую-нибудь историю. Я верну тебе модем только после экзальта. Вернер, прошу тебя. Пусть занимается! Просмотр видеозаписи ничего не дал? В пять она... Хотя лучше посмотри сам. А где пульт? Спасибо, Рекс. Спасибо, Рекс. Она вышла из дома и больше не возвращалась. Яна? Только этого не хватало. Пароль. Смерть для меня, не смерть для вас. Молодец, Рекс. Смерть для меня, не смерть для вас. Нас разыскивает полиция. Будьте осторожны, чтобы наша группа не расслалась. Марк! Яна Бергман входит в эту группу. Что? Как ты узнала? В интернете прошло предупреждение, что полиция разыскивает членов этой группы. Об этом может знать только Яна Бергман. Да, Хоффман. Это Бергман. Минутку, подождите. Что случилось? Мы нашли прощальное письмо. Завтра меня уже не будет на этом свете. Яна исчезла. Ситуация осложняется. Осталось только три часа. Меньше чем через три часа у нас будет семь трупов. Наш единственный след растворился в воздухе. У нас есть только его псевдоним. Ницше. 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 Ладно, надо взять себя в руки и начать все сначала. Что нам известно? Этот Ницше еще до убийства психолога взломал ее компьютер и таким образом получил доступ к истории болезни Виганда. Он хотел свалить вину на него, поэтому и винки на балконе. Точно. Винки, компьютер, письма. Все это должно было вывести нас на Виганда. Минутку. Погоди-ка, погоди-погоди. Дата последнего изменения в файле. Вторник. Пять часов. Десять минут. Фритц, видеозапись. Найди время 5.05 и давай посмотрим. Это Ницше? Да, это он. Увеличь его фотографию, пошли ее всем патрульным машинам и на телевидении. Пусть скажут, что речь идет о спасении семи человеческих жизней. Хорошо. Через два часа все будет кончено. Скоро мы познакомимся. Подстрекает молодых людей к самоубийству. Если у вас есть информация об этом человеке, обращайтесь в полицию. Двадцать минут назад позвонили его соседи, но подозреваемого уже не было дома. Чтобы просмотреть все файлы, понадобится неделя. Ты права, это не имеет смысла. Остался час. Если не произойдет чуда, все будет кончено. Браво, Рекс. Смотри, вот тебе и чудо. Так веду к медлинге. Пошли. Это не чудо. Это клей и нос Рекса. Мы успеем? Должны успеть. Я не понимаю, как можно подстрекать других к самоубийству. Откуда я знаю? Наверное, он считает себя наивысшим существом, а других слабаками. Он много читал, но так ничего и не понял. Не надо грустить. Это поможет преодолеть страх. Генри, пошли. Как тебя зовут? Сара. А тебе? Яна. Время. Еще 12 минут. А что, если они начнут раньше? Мы почти пришли. Это там. КОНЕЦ 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 ПОШЛИ. Мы сделаем это вместе. Вон они. Мы не успеем. Жалко, что мы только сейчас познакомились, когда уже все кончено. Все. Вы ошибаетесь. Если бы вы не решили уйти из жизни, вы бы никогда не познакомились. Ух, ух! Хорошо. А теперь перелезьте через ограждение и возьмитесь за руки. Мы сделаем это вместе. Мы сделаем это вместе. ПОШЛИЙ 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 ПРЫГАЙ ПОШЛИЙ 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 Спокойно. Не волнуйтесь. Мы вам ничего не сделаем. Ну давай, покажи нам, как это делается. ПРЫГАЙ Нам показалось, с вами затеяли плохую игру. Пусть другие прыгают. Опять хочешь посмотреть, да? Как на Сильвию? А на Хенш? Это же не в твоем стиле. Она хотела упрятать меня в тюрьму, я был вынужден. Ма, ты что? Думаешь, он прыгнет? Не приближаться. Вы отпускаете меня, или я ее зарежу. Отпусти ее. Не делай себе хуже. Оставайся здесь. Пойдемте со мной. Мы обо всем поговорим внизу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмите за руки, хорошо? Вот так. Ну? Все нормально. Молодец, Векс. Скрудки молодец, Рекс. У-у-у! У-у-у! Поехали. Продолжение следует.